Я Денис Васильев и мой проект называется «Чистовик», потому что в книге жизни нет черновых страниц. Мы встречаемся с разными людьми и говорим с ними о том, где они берут силы для того, чтобы любить, радоваться, грустить, находить смыслы и продолжать писать свой чистовик. Сегодня у нас в гостях известная поэтесса, культуролог, философ и профессор Киевского национального университета имени Михаила Петровича Драгоманова Евгения Бильченко. В последние недели украинские СМИ наводнили сообщение об отстранении Евгения Бильченко от преподавания в ВУЗе за пост в соцсетях. Жень, ты на личной странице пишешь много о дедушке, бабушке иногда. Расскажи, откуда ты появилась, о себе. Я человек, который был воспитан не родителями. Мои родители мной не занимались с детства, а все то духовное богатство, которое я получала, я получала от бабушки и дедушки. Оба мои воспитателя, считай родителя, врачи. Дедушка у меня полковник Советской Армии, герой Украины, герой Чернобыля, заслуженный врач Украины. Бабушка тоже очень известный, талантливый врач. Они хотели, чтобы я была врачом. Ну, так получилось, что я стала философом, то есть врачом общества. Поэтому, наверное, их мечты сбылись, да, но не в такой форме, как они хотели бы, я думаю. Ты могла бы вспомнить какой-то безоблачный момент из жизни, когда ты была одна, ну, в каких-то обстоятельствах и наполнена счастлива? Первое, что мне пришло в голову, это моя первая поездка в Крым. Мы с бабушкой просыпаемся в купейном вагоне. Я отдергиваю занавески и вместо обычного пейзажа вижу сияющее белой солью озеро Севаж. Это было ощущение абсолютного счастья и покоя. Неожиданно, что именно сейчас я об этом вспомнила, я очень долго это не вспоминала. Но если нужно вспомнить что-то по ассоциациям очень быстро, вот приходит на память такой эпизод. Белый Севаж. Жень, ты киевлянка, у тебя в стихах часто там София, Киев. Твой Киев детства какой? Киевляне говорят, что для того, чтобы быть коренным киевлянином, необходимо три или четыре поколения. Я киевлянка в первом поколении, потому что моя бабушка и дедушка родом из других областей Украины. Бабушка из Полтавщины, а дедушка из Хмельничины. Также бабушка имела русские корни в Москве. Дедушка чистый украинец. Но поскольку он был военный, мы переехали в Киев. И в Киеве я и родилась. Ну вообще у нас был такой хороший разброс по постсоветскому пространству. Мои предки долго жили на Сахалине. Вторая часть моих предков долго жила в Ивано-Франковске. Моя мама родилась в Ивано-Франковске. Также в Ивано-Франковске прошла значительная часть моего детства. И это были очень безоблачные воспоминания. Пока на заборах этого замечательного города моего детства в 90-е годы они начали писать смерть москалям, а бабушка шепотом просила меня не говорить по-русски. А это в какие годы происходить начало? Это происходило тогда, когда мне было лет 9-10. До 91-го и непосредственно в 91-м году. Прям так рано сразу. Да. Когда стихи пришли в твою жизнь? Я пишу с тех пор, как я разговариваю, читаю и вожу ручкой по бумаге. Но это были, естественно, детские стихи. И первые стихотворения мне были на украинском языке. А с каким поэтом ты столкнулась, что тебя так мыслить научило? Ну, язык этот освоить, это он язык. Как это ни странно с Шевченко? Почему странно? Ну, потому что, наверное, такой ответ предсказуемый и банальный. Но, тем не менее, это было так. Мелодично очень. Но до Шевченко я знала на память фактически целые книги, поэмы, сказки других авторов. Это, естественно, для детей Чуковский и Пушкин. Первое стихотворение, которое я прочла публично на школьной линейке 1 сентября в первом классе, была «Белая береза Есенина». А все читали «Наша Таня громко плачет». Поэтому на меня начали смотреть не уже не как на белую березу, а как на белую ворону. Есенин, да, он завораживает в детстве. Жень, в 2014 году вот такая вот история. Ты еще раз говорила и переговорила во всех интервью про Майдан. Ты говоришь везде, что каешься. Я сейчас не об этом, потому что оно прямо избито. А вот мне хотелось у тебя спросить, ты там встретилась с людьми и в разных окопах. И, в общем-то, с кем ты там встретилась? И тогда, в 2014 году, какие это были люди, какие это были встречи? Ну, я не просто каюсь, я искупаю то, за что я в свое время покаялась. И как христианка я могу сказать, что для меня покаяние должно происходить один раз, а дальше идет деятельственное искупление. Потому что просто разговаривать о том, что ой, как я каюсь, как я переживаю, это выглядит скандально, этому никто не поверит. У меня покаяние было трижды. В церкви, перед лицом мира в Европе и перед лицом Донбасса в Украине. После этого начался длительный период, в христианстве это называется метаноя, деятельность новоискупления, раскаившегося человека. Что касается того, кого я видела в 2014 году, в 2014 году я была в упоротом периоде, тогда я видела только украинскую сторону. Но в 2015 году я увидела и другую сторону. И, собственно, 2015 год стал переломным в изменении моих взглядов, которые должны были измениться, иначе я потеряла бы себя. Это случилось во время поездок на Донбасс, когда мне довелось впервые познакомиться с местными жителями и узнать от них, в каком они находятся состоянии. Я без имен, мне интересовали именно портреты. Я понимаю, что сейчас речь не о какой-то буквалистике, какой-то командир или какой-то профессор, но просто интересно мне, что человек с таким миром юным, протестным, Майданом едет, и в каком-то смысле штампы ломаются, какие-то не ломаются еще, происходит процесс. Но он происходит на фоне какой-то встречи. Я об этом хотел спросить. Может, был какой-то человек, но чтобы у тебя была там в каком-то интервью речь о том, что был закрытый квартирник и была интеллигенция донецких вузов. Лично мы с тобой говорили, ты говоришь, общалась на передовой с бойцами, и там кто-то тебе говорил, что мы тут робом тут все говорят по-русски. И эти такие зарисовки, они... Ну, могу дополнить. Ну, что-то было родное. Зарисовки, которые тебе известны, да, из тех СМИ, что ты видел. Во-первых, в Донецке был не закрытый квартирник, а это было публичное открытое выступление, миротворческое выступление в Донецком национальном университете на кафедре филологии, русской филологии, Саши Кораблева, Александра Кораблева, это мой друг, у которых я в свое время выиграла международный конкурс памяти Натальи Хаткиной. Это известный донбасский поэт, ныне покойная, светлой памяти. Вот. И я тогда получила свою первую международную премию. Это была «Золотая камбала». Естественно, что они мне очень доверяли. А я их подвела, потому что я приехала в Донецк с миротворческими целями. Я читала стихотворение, которое сейчас подвергается гонениям в Украине. «Шахтер застрелил Гуцула», «Гуцул застрелил шахтер». Я слышал. Мне удалось, несмотря на всю свою тогдашнюю ангажированность и привязанность к Майдану, несмотря даже на это, мне удалось вызвать к себе доверие, пусть осторожное, но доверие, с упреками, естественно, а куда же без них. Но после этого я попала под влияние своего близкого человека, своей названной сестры, можно так сказать, которая принадлежит кругу яростно проукраинских дончан. Это дочка моего издателя, к тому же и близким мне была тогда человек, она меня сейчас не понимает. И, как всегда, здесь решило сердце, не без ее влияния и не без влияния своих тараканов тогдашних. Я после выступления в Донецком национальном университете, стенограмма которого была вывешена и которая считалась успешным диалогом, оставила очень жесткий пост в своем стиле, где я осуждала людей Донбасса и их право на самоопределение. Я не писала вот открыто, я осуждаю ваше право на самоопределение, но это было выражено в очень грубой, к сожалению, в форме. И я об этом очень сожалею, я говорила об этом и ребятам с Дэну. И они после этого были очень во мне разочарованы. Это была вот такая первая попытка, когда Бог, возможно, открыл мне прямой выход к той стороне, я имела возможность воспользоваться этим выходом, но я этого не сделала. Хотя мое выступление в Донецке, миротворческое, было в день проведения в Донецке референдума. И обстановка в городе была очень тяжелой, потому что там был свой антимайдан. И я впервые столкнулась с чем-то, что является, вот я сейчас вспоминаю, что является абсолютно реальным. Мы просто не понимаем этой действительности. Это был такой выхлоп энергии со стороны местного населения. Это были пролетарии, которые честно вот ходили по улицам и спрашивали, вот подходили к нам, это были тревожные глаза, они вот чуть не готовы были заплакать, да, там они были плохо одеты, ну и что? И что? Это же мы же не одежда измеряемся. И они говорили, как прошел референдум, ну так как я в этом вообще не участвовала, а моя подруга, названная сестра тогда, Дончанка, она была категорически против, они им грубили, и уже тогда было видно, что начинается внутренний конфликт. Но поскольку вот срабатывает плохой принцип, своя рубашка ближе к телу, я была тогда на стороне своей девочки, потому что я очень ее жалела, она жаловалась на то, что ее бьют, на то, что ее преследуют. Проверить этого я никак не могла, я верила ей на слово, и я не воспринимала волю местного населения. Но мне повезло в каком плане? Что я именно тогда увидела местное население, которое шло толпами на референдум. И никаких там вежливых человечков не ходило. Это реально были местные люди. Твой пост был искренним, когда ты писала его, да? Конечно, да. Ты тут была честна сама с собой. Ну, мне казалось, что они жестокие, что вот они преследуют инакомыслие, что они преследуют мою сестру. А я не видела, что их инакомыслие тоже преследуется. То есть я видела только одну сторону. А их право я не хотела замечать. Вот. И после этого я продолжала находиться на стороне Майдана. И только в 2015 году, когда уже в разгаре была война, и когда мне довелось увидеть, опять-таки, местное население в тех городах, где мы выступали, приезжие из Киева, давали концерты, пели песни, читали стихи, я поняла, я поняла кое-что другое. Я поняла, что они угнетаемы. И было много, конечно, историй. Но самым тяжелым таким эпизодом, который сейчас любят обсуждать националисты, была встреча с местным милиционером в одном из городков, который сказал о том, что если здесь будут русские, мы будем за русских, потому что это наш выбор, это наша судьба, это наши семьи. Если ты этого не понимаешь, то ты можешь посмотреть на людей, которых, мирных людей, местных жителей, которых искалечили, как он сказал, ваши добробаты. То есть я получила подтверждение того, что зарождалось во мне и крепло, потому что я по своей природе, может быть, это неправильно, но я по своей природе такой человек, что если я во что-то верю, для того, чтобы пошатнуть мою веру, мне нужно очень много читать, то есть мне мало нескольких идеологических блоков. И желательно это пощупать и увидеть на практике. Когда я соотношу свою жизненную практику с огромным количеством прочитанных текстов, то есть мне нужна теория и практика, вот эти два крыла, я делаю вывод окончательный, который не противоречит мне. И я сейчас замечаю, что очень много людей, наших взглядов, которые пытаются бороться с националистами, мне очень приятные и близкие эти люди сейчас, но, к сожалению, их выводы, равно как и выводы наших оппонентов, это неплохо и нехорошо, это люди, они ограничены сводками новостей, то есть люди говорят не свое мнение. Рамками мифа своего ограничения. Миф тоже может быть правдивым, кстати. Дело даже не в том, насколько они правдивы или неправдивы, а дело в том, что говорят ли они своими фразами или чужими. А когда они говорят чужими фразами, их словам нет доверия, это вот то, что сейчас пытаются уменить мне. Ваши слова совпадают с кремлевской пропагандой. Я говорю, ты понимаешь, что это аргументация на уровне первоклассника, потому что вариантов может быть много. Тут совпадают, а тут нет. Вариантов может быть много. Например, мои слова истины, они совпадают с кремлевской пропагандой, значит, кремлевская пропаганда истина. Или, мои слова, кремлевская пропаганда ложна, мои слова совпадают с ней, значит, они ложны. Или, может быть так, мои слова истины, а кремлевская пропаганда ложна, потому что она что-то искажает. Или наоборот, мои слова ложны, а кремлевская пропаганда истина. То есть это ни о чем. Это не спор по факту и содержанию. Это спор по совпадению форм. Интересно. Вот сейчас информационный повод в СМИ вокруг Евгения Бельченко, как фигуры, был, конечно, не вокруг тебя, как вокруг поэта, а вокруг Евгения Витальевна и профессора. И скандал, связанный с высказыванием о законе, и вот положение в ВУЗе. Что там сейчас происходит? Сейчас происходит нарушение университетам всех мыслимых и немыслимых статей о трудовом законодательстве. Если мои сотрудники не могут уволить меня за пост в Фейсбуке от 18 января, где я назвала Украину американской колонией, потому что нет в нашем правовой базе еще статей, где увольняют за пост в Фейсбуке. Они не прописаны. За мнение у нас не увольняют, потому что университет считается на бумаге о политической структуре, а он занимается политотой, и он занимается политической слежкой. Значит, нужно найти повод, по которому можно меня уволить. Повод пытались найти, это моя научная профпригодность. Весь коллектив моей кафедры единогласно отказался оценивать мою научную профпригодность, потому что моя научная профпригодность их устраивает. Все мои лекции на Ютубе, в отличие от других преподавателей на карантине, я вела открыто, их видел весь... В Фейсбуке, да? На Ютубе. Я их записываю, в Фейсбуке стримлю. Там участвуют ученые, общественные деятели, мои студенты, представители разных стран. Любой нормальный университет радовался бы возможности расширения международных связей. Но получается, что я сама себе наговорила дело, потому что обвинить меня в ненаучности это очень сложно, я всегда могу обосновать позицию со ссылками на первоисточник. Они передали дело неким внешним экспертам. А внешние эксперты, по их словам, это разные люди, куда входят представители структур безопасности, которые будут осуществлять контент-анализ моего дискурса на предмет наличия там информации, которая, ну, к примеру, я не знаю, что они там могут написать, нарушают государственную целостность Украины. Такой информации там нет. Они опираются на совершенно бессмысленные вещи, известные даже ребенку, учащемуся в 11 классе на специальности общества ведения. Я разбираю неолиберальную экономику в рамках культурологии, разумеется, и упоминаю символические культурные механизмы цветных революций. Термин, также нашедший свое применение в науке. И есть масса авторов, которые его используют. То есть им придется так спорить с Сорбонной, например. И в качестве прикладных кейсов цветных революций я, кроме Аргентины и Чили, что не вызвало у них никаких возражений, использую также слово Украина. И это уже якобы попадает под некую статью по их мнению. То есть если начнется попытка вешать ярлыки, то она будет продолжаться и дальше. То есть я правильно понимаю, сейчас был ученый совет, и они решили предоставить внешнему аудиту оценку твоей научной деятельности. Был ученый совет. Ученый совет был совершенно огульным. Ученый совет превратился в политическое сборище в худших партийных традициях. Я очень уважаю наследие Советского Союза, потому что я в нем родилась. Но в Советском Союзе было немало и таких смешных и откровенно отрицательных сторон по травле. Но вот это превратилось в суд над Бродским. Не потому, что я делала себе биографию, потому что так это выглядело. Мы можем сравнить стенограмму моего совета с стенограмму суда над Бродским. Но Бродский же не делал сам себе биографии. Ахматова так сказала? Да, да. И это просто огульная общественная политота. они не обсуждают, они не идут на диалог, они не обсуждают мой научный уровень, они обсуждают неправильность моих взглядов на Родину. Я не думаю, что подобные темы являются адекватными темами для ученого совета института. Ты была на ученом совете или на этом, или не пускали, он был закрыт для тебя? Я не имела никаких правовых оснований туда идти, потому что официально уведомили меня об ученом совете, у меня даже есть запись звонка декана, через 12 минут после его начала. Я в это время находилась на кафедре, пока мои студенты с трудом делали его аудио-видеозапись, потому что снимать им тоже запрещали. Мы с моим адвокатом написали просьбу предоставить технические условия для проведения совета, то есть для доступа прессы и для уведомлений у меня за 24 часа, чтобы я успела подготовиться. Этого не было сделано ни по вопросу прессы, ни по вопросу помещения, ни по вопросу открытости, ни по вопросу уведомления. То есть совет выглядел как корпоративное масонское ложе, куда меня пригласили, ну, фактически постфактум в кулуарах. Поставили в известность. Поставили в известность, что уже началось. Кто-то один шепнул, через секунду начнется, кто-то другой через 10 минут позвонил, уже началось, иди. Я говорю, я уже не в университете. Мне говорят, ну, мы тебя уволим за прогулку на карантин, где университет закрыт. Я говорю, ну, я на кафедре посижу, потому что я не буду саму себя подставлять и приходить на судилище, где даже при его открытии были нарушены мои трудовые права. Ну, собственно говоря, студенты пытались сделать запись, им не давали, буквально вырывали ручки и конспекты, потому что, когда они не смогли делать запись, они пытались конспектировать, им сказали, что конспектировать нельзя. Вот. И, кроме всего прочего, там был еще большой скандал со студентами. Это я вот видел в соцсетях. А скажи, пожалуйста, как студенты были привлечены на научную подаичную раду? Или они были вхожи как зрители? Ну, можно было. Они сказали, что они хотят присутствовать на ученом совете, где судят их учителя за этику, за поведение и за политику. У меня было такое ощущение, ну, я слушал официальные комментарии, может, даже ректора. Я сейчас, ну, какого-то начальства вузовского, и было такое предположение, что они как люди опытные, как функционеры. Вроде как спускают на тормоза, значит, пока есть, значит, инфоповоды, приходят и уходят, а профессора нужны всегда, мол, пока поуляжется, временно отстраняем, а потом там уже и кто нас спросит, будет дальше преподавать. Но ты говоришь какие-то такие вещи, которые входят в конфликт с моим убеждением. Но в фейсбуке ты написала, меня подвесили в воздухе. И я вот хотел спросить здесь об этом противоречии с вами, то, что я увидел из их официальных слов, и вот, что ты рассказал. Сначала они предпринимали попытку спустить все на тормозах и выждать, вплоть до того, что мне вменялось обвинение в том, что меня вовсе никто не собирался увольнять, и я зря обращалась к Владимиру Зеленскому, и кто вас поставил в известность, что вас хотят уволить. Они пытались эту информацию спустить на более низшие чины. Скажу сразу, не называя ничьих имен. Я могла бы пойти на их условия. Условия были следующие. Это отказаться от своих убеждений, тем самым снять информационный скандал. Публично извиниться за что-то там. Это звучало более корректно, каким-то иностранным словом было названо похожим на слово смягчение, но по сути это обозначало извинение и компромисс. А я к компромиссам с дьяволом не склонна. Это не гордыня, это вопрос самости, насколько я могу отказываться от правды ради карьеры или нет. И второе предложение, которое поступило, оно выглядело еще более, на мой взгляд, нехорошо, непристойно. Это попытка обвинить во всем мое ближайшее руководство, которое оболгало высшее руководство, что меня хотят уволить. То есть начались чиновнические игры и просьбы донести. Я не доношу на людей. Я не отказываюсь от своих слов и от убеждений и не пишу доносы на людей. А на кого ты должна была доносить? Ну, не важно. Не важно, да? Главное другое. Главное, что человек, на которого я должна была донести, меня предал. Она мне неблагодарна. То есть она выступила одним из фактически приумкнувших к обвинителям. Прости, пожалуйста, я потерял нить. То есть тебя хотят уволить и тебе говорят донести на кого-то, и мы не уволим. и одновременно говорят, мы вас не хотим уволить. Это двойственное поведение. Я говорю, так вы меня хотите уволить или не хотите уволить? Тебе зачем на кого-то тогда? Для того, чтобы у них был повод сказать, что меня поставили в такую неловкую ситуацию, что меня дезинформировали, а на самом деле никто увольнять не собирался. Я спрашиваю, действительно ли никто увольнять не собирался. Мне отвечают, почему? Если общественные организации скажут, мы будем прислушиваться к мнениям общественных организаций. То есть, Денис, это можно долго обсасывать, но это вот такие игры. Я вас не увольняю, но я буду слушать, что мне скажут общественные организации. Я вас не увольняю, но тем не менее, ваше низшее руководство вам звонит и говорит, что есть угроза вашего увольнения. Но это не я. То есть, это постоянные попытки высшего руководства, вуза, на которое оказывается колоссальное давление со стороны право-радикальных групп, перенести эту ответственность на кого-то другого. Или на общественные организации, или на мнение студентов, или то, что они делали, пытались заставить кафедру вынести мне отрицательный научный вердикт, или на мое низшее руководство, лишь бы спихнуть ответственность в себя. Это нормальное поведение руководителя, попавшего в неловкую ситуацию и не желающего подставляться. Это подковерные игры. Они неизбежны в любом тоталитарном и даже не тоталитарном государстве. Другое дело, почему руководство вуза в стране, которая считает себя демократической, и движется куда-то в Европу, пребывает в такой зависимости от мнений националистов. Вот это вот непонятно. И непонятно вообще сам факт. Мне это понятно, но я так риторически. Как можно в 21 веке уволить в стране, которая считает себя там не мордером, за пост в фейсбуке? Потому что всем же очевидно, что дело не в моих лекциях, не в моих профпригодности. Все эти проверки начались после 18 января. А дело в посте, которое послужило отправной точкой скандала. И, собственно, травлей в соцсетях. Травлей в соцсетях, предательством коллег, предательством друзей, неблагодарностью, черной неблагодарностью людей, которых я считала гуманистами, чью шкуру я спасала. Вся эта ситуация свалилась на меня в 10 дней. И сейчас, когда мое дело передано куда-то выше на предмет проверки по неблагонадежности, я еще пребываю в постоянной опасности. Я не выхожу из дома одна. То есть жизнь кардинально изменилась. А инициатором самого скандала, травли, являются какие-то общественные ультраправые организации. Какие они известны? Или что это за организации? Я могу сказать только, Денис, то, что мне известно. Мне известно, что со стороны студенчества естественно травлю начали не мои студенты. Мои студенты факультета философии и общества ведения. 44 человека, это практически все, кого я учу, выступили в мою защиту. 44 против одного Марии Прошковской, которая пригрозила уходом и которая, собственно, не является моей студенткой, потому что она из Пинчук-арт-центра пришла только сейчас к нам учиться. Кто начал травлю? Начала травлю гражданка Денисюк, проходившая подготовку в С-14, в Освитней Ассамблее. С-14 засветилась. С-14 это экстремистская организация, которая запрещена в ряде европейских стран и, кажется, в Российской Федерации. Это оговорка для СМИ, потому что она необходима, если у нас будет международная трансляция этого эфира. Но она действительно экстремистская. А в каких странах? В Европе. Она входит в европейских харти в список экстремистских организаций. Это подзаконные акты, это не специально законодательство Евросоюза, это вторичные документы. Кроме того, показательно, что подобные организации даже в европейской леволиберальной прессе называются квази-жандармерией. И к ним отношение достаточно жесткое. Другое дело, что Евросоюз не хочет в лице своих отдельных представителей, исходя из своих интересов, замечать то, что происходит в Украине. Кстати, по поводу запрета этих организаций, ссылка на документы, где эти организации запрещены в Европе, есть в открытом письме моего аспиранта, журналиста Павла Волкова, в мою поддержку. Поэтому, если нужны ссылки, их есть у нас. Вот. Это был Пинчук Арцентр в лице своих отдельных представителей. И это было видно по поведению каналов, имеющих к нему отношение. Это каналы, которые начали заниматься клеветой, начали приписывать мне терроризм, вот, на основании общения с Захаром Прилепиным. Это СТБ, Какого-то очень давнего общения и не теперь актуального, им здесь понадобилось... Им уже вообще ничего не актуально. Мои литературные общения с Захаром Прилепиным длится столько же, сколько их каналы, если не дольше. Я публичное лицо. Почему они не интересуются моим литературным общением, например, с Димой Быковым? Да, кстати. Он противоположный лагерь России. Он меня назвал ведущим поэтом Украины. Быков? Быков, ну и Прилепин. Так, почему, если Прилепин назвал, то это плохо, а если Быков назвал, то это другое. Я публичное лицо. У меня в друзьях 10 тысяч друзей. Есть практически все русскоязычные поэты и писатели. А проза и поэзия у Захара великолепны. И были великолепны, даже когда он был в либеральном лагере. Дело в том, что, как ты говоришь, из всех новостных каких-то вот, она подруга Ваташката Рысти, в Захара Прилепина озвучивали. Причем подруга в Фейсбуке. И как бы озвучили, я думаю, сразу подумал, господи, кто ж у меня там есть в друзьях в Фейсбуке? Я как-то, ну, просится человек, добавляю там. Ну, в Фейсбуке не в Фейсбуке, но я всем журналистам отвечаю, что вообще неестественно виртуально, потому что ты видишь сам, что делается. Но я друзей своих, даже фейсбучных, я не предаю. Не отрекаешься просто. И не отрекаюсь никогда. Твои ценности. Скажи, пожалуйста, как культуролог, тут надо в этих трех соснах прояснить, ты уж прости, за примитивный вопрос. Но есть такой, да, инструментарий политической борьбы сейчас у нас. Это, собственно, эти самые общественные организации, ну, ультраправые, против которых какие-то харти и конвенции европейские вполне себе там выступают и подписаны. А у нас здесь это полным ходом. И, в общем-то, зачем тогда суды? Я понимаю этот механизм. Пришли хлопцы, вопрос решили, там, покричали. И, в общем-то, люди, когда спорят об этом и спорят в соцсетях в том числе, в этих трех соснах все время блуждают. Вот, что такое там интегральный национализм, украинский национализм, нацизм, фашизм. Какое соотношение этих трех понятий? Тождественные ли они, если не тождественные полностью, то тождественные в чем? Пояснишь? Ну, смотри, конечно. Интегральный национализм, это терминология Донцова у тебя сейчас. Да. Кстати говоря, авторская. Нацизм и фашизм. Возьмем национализм. Национализм тоже может быть очень разным. Он может иметь много разных проявлений. Наиболее древним проявлением национализма является этно-национализм. Это родоплеменная ручка. Или так называемый радикальный национализм. Да. Когда критерием принадлежности к нации является самый примитивный критерий, который может изобрести даже не родоплеменное сознание, а родоплеменное сознание в современных модерных условиях, где оно предстает в ужасающе искаженном виде. Этим критерием является кровь. этнический национализм, который определяет... Ты имеешь в виду кровность как родство или убийство как метод борьбы? Я имею в виду, когда принадлежность к нации определяется принадлежностью к этносу. А метафорически это можно сказать кровь и антропологический тип. Мы, к сожалению, избрали самый отвратительный из видов национализма. Это кровный этно-национализм. Едина мова, едина нация, едина вера. Понятие Украине живут только украинцы как титульная нация. Кстати, термин титульная нация изъят из всех законодательств европейских стран, кроме Российской Федерации, где он обозначает совершенно другое. Там титульная нация обозначает этнические меньшинства, чьи языковые и культурные права и права на идентичность должны быть удовлетворены в рамках данных регионов. То есть русские не являются титульной нацией в Российской Федерации. Но это термин какой-то французский, Мариса Бореса, это термин левых. Титульная нация начался активно использовать в начале 20 века на основании дела Дрейфуса во Франции. И он не был принят в качестве легитимного понятия. Он просто существовал, он напугал Европу, потому что была Первая и Вторая мировая война, и он не используется, потому что в современной европейской политике и в этом ее двойные стандарты, в основу политики того же Совета Европы, того же Евросоюза, того же проекта Европа-регионов кладется совершенно другой принцип. Транскультура, мультикультурализм, космополитизм, цветные, ЛГБТ-тренды, с ними можно соглашаться, с ними можно не соглашаться. Я, например, со многим не согласна, как человек более традиционных ценностей. Но все эти тренды предполагают некую частично реальную, частично воображаемую, потому что там тоже своя либеральная цензура, она не такая жесткая, как у нас, свободу мнений, ну, особенно для удобных групп, так называемых угнетаемых темнокожих, ЛГБТ-сообществ и так далее. Но теоретически-то они призывают к космополитизму и национализм, особенно этнический национализм. В европейских разработках, применяемых в Евросоюзе, называется этнический сепаратизм, потому что считается, что страны, которые ведут моноэтническую политику, являются сепаратистами по отношению к глобальному миру. Мы обсуждали это в Одессе еще лет пять назад с Антоном Кравчиком. Истина не новая о том, что моноэтнические страны никак не вписываются в Европу, ни в глобальную Европу, потому что по отношению к ней они ведут себя как сепаратисты, ни в мультикультурную Европу, потому что моноэтническая политика не предполагает защиты прав регионов. Если эта идеология обслуживает замены штангенциркулем, горбика носа, размеров черепа и разреза глаз, чем тогда это отличается от нацизма? До видимых признаков измерения черепа у нас еще не дошло. Но появление таких категорий, как русскоязычная челюсть и москаляку-нагиляку, это уже словесное выражение действия по измерению черепа. То есть гонение по национальному, этническому, религиозному, я уже не говорю политическому принципу. Вот это этнонационализм, который лежит в основе так называемого интегрального национализма. Несмотря на то, что у Донцова были подвижки к новому пониманию нации, государственному, преобладает-то у него все равно Украина для украинцев, все равно этническое начало, если посмотреть его текст. А второе понимание национализма другое, но тогда это уже будет не национализм, а скорее это будет такая честная, правая позиция, скажем, назовем ее традиционализм или цивилизационный традиционализм. Это национализм политический, да? Это национализм политический, да, когда принадлежность к нации определяется не этническими, не этническими качествами, а гражданством. Это американская модель, где проживают разные нации, и в рамках такого политического национализма там идет уже установка на разделение языка и идентичности. например, греческие евреи, ты можешь говорить по-гречески, этнически быть евреем, то есть язык и идентичность не совпадают, там появляются такие проекты типа русскоязычный украинец, двойные идентичности. Кстати говоря, идентичности, которые вызывают очень много вопросов, как и у меня, так и у моих оппонентов, потому что они очевидно скомбинированы, ну, с определенной целью, уже связанной с западной геополитикой, но тем не менее, из двух зол лучшее, работает такой проект? И ты спрашивала о нацизме и фашизме. Сразу нужно оговорить, потому что эти вопросы возникают неоднократно, особенно на дискуссиях, что ни в коем случае в современном обществе в 21 веке мы не можем пользоваться штампами, что нацизм и фашизм это только конкретно исторические режимы, связанные с культом вождя, будь то Гитлер или Муссолини, Италия, Германия. Да, они зародились там, как историческое явление. Но кроме того, что нацизм и фашизм это исторические явления, это еще мировоззренческие явления. И в качестве типа сознания нацизм и фашизм существуют вечно, как сказал Умберто Эко. Разница только в том, что при фашизме население подавляет выбранная корпоративная группа людей, да, пучок, а при нацизме к риторике этой избранной корпоративной группе людей прибавляется еще риторика этно-национализма. Вот и все. То есть, грубо говоря, фашизм ближе к этно-национализму, а нацизм ближе к национализму американского типа? Нет, ну не совсем так. Смотри. Этно-национализм, когда он вот возревает, 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 используя мою любимую медицинскую метафору, размножается, как раковая опухоль. Так вот, когда этно-национализм разрастается, и радикальные элементы в нем начинают доминировать, он превращается в нацизм. Фашизм – это более общее понятие. То есть, в состав фашизма входит и этно-национализм, и нацизм. Когда он превращается, разросшись, чем он становится с точки зрения логики? Чем вот этнический национализм, разросшись до нацизма, ну, уже в нацизме отличается от... Разрастание здесь имеется в виду степень репрессии по отношению к собственному населению. Это главный критерий. А, вот. Ну, ты же это почувствуешь. Репрессивная машина. Ну, когда у тебя, не у тебя, не дай бог, когда у человека от второй к третьей стадии переходит рак, а у него там что появляется? Боли в пояснице, да? Вот считай, что поясница – это наше население. Тарифы растут, цены растут, война на Донбассе не заканчивается, журналистов сажают, преподаватели за посты в Фейсбуке гоняют, людей убивают на улице. То есть критерии репрессии. Что будет завтра? Измерение черепов, критерии репрессии только против своего населения. Или, если говорить о нацизме, против чужих наций. А где у нас чужие тут нации? То есть это удивительно. Мы умудрились сочетать в себе черты нацистов, не мы, а вот этот строй, который существует в Украине, говорилось, ну, коллективное мы, да, вот этот субъект, который здесь сейчас есть в Украине, сочетает в себе черты нацизма и черты фашизма. Потому что идет преследование своего населения, бедного населения. И одинаково страдают и евреи, и украинцы, и русские. И вон темнокожий у нас гость пострадал от этого дурдома, когда студент приехал учиться в Украину и выступил в защиту русского языка, единственного международного, признанного в мире международным языком, которым он владеет. Вот. А нацисты заставили его, естественно, применим физическую силу, изменяться на камеру. Чего они добились? Этому студенту предложила учиться Россия. Все. Кто виноват? Россия, которая предложила учиться, воспользовавшись ситуацией? Или все-таки националисты, которые на него напали? Вот. Поэтому у нас сочетается нацизм и фашизм, репрессии против русских и репрессии против своего населения. Чем репрессии, скажем там, 30-х годов советского времени тогда не являются этим? Потому что они были или по классовому призму. Они же тоже были из-за инакомыслия. И люди часто говорят, что Гитлер и Сталин одно и то же. Это такой тоже большой либеральный миф. А Гитлер и Сталин это не одно и то же. Это идеологема. То есть это либеральный прием, очень похожий на прием, который часто используют мои оппоненты. Давайте не говорить о нацизме и фашизме, потому что это было при Гитлере и Муссолини. Вот если так рассматривать, и мы допустим, что самое большое зло было при Гитлере или Муссолини, неважно, значит, все, что происходит сейчас, понимаете, логика, да? Понимаешь? Это меньшее зло. А если это меньшее зло, давайте, как толерантные европейцы, его просто не замечать. То есть, подожди, пожалуйста, логика такая твоя, что ты настаиваешь, ты часто говоришь о том, что этот либеральный миф не отождествляет Гитлера и Сталина одно и то же, потому что эту идеологию мы используем якобы для того, Сталин-то тут, типа, своя рубашка ближе к телу, поэтому все, что мы сейчас творим, мы тут этим Сталиным в прошлом оправдываем. Ну, не так же, как в 37-м, мол. Терпите, да? То есть, за ним ничего не нашли. Он действительно искренне поменял взгляд. Это был мой прадед. То есть, мне тоже есть, что вспомнить. В 50-х реабилитировали, да? Конечно. Мне тоже есть, что вспомнить. Точно так же был реабилитирован мой прапрадед, который был из казачьего рода. Тоже красный казак, но когда там, возможно, он был белым казаком, мне это уже неизвестно, да? Потому что это были вот русские, славянские, украинские люди. Вот. Если бы я сейчас запускала, так как у нас любят сейчас наши упоротые украинцы, этот рессентимент, что вот в таком-то году моих там пра-пра-пра-пра-пра-пра Валуевский указ обидел, вот этот стандартный набор. В таком-то году Емский указ обидел. Там лично у него Екатерина II, наверное, Крым забрала. Я хочу напомнить, да, что такое был Крым при Екатерине II. Или Петр I у него там кусок Донбасса, может, откусил. Я не знаю. Ну, начинается обида с давних времен. Кстати, так воспитывается фашизм. Это культ жертвы, требующие новых жертв. Давайте я сейчас запущу, да, этот рессентимент. У меня было это, потому я и была на Майдане. Но я справилась с этим рессентиментом. Почему? Потому что есть Сталин и есть Гитлер. Да, нелицеприятные фигуры. Да, я честно скажу, что я не симпатизирую этим фигурам. За исключением того, что Сталин выиграл войну. Это да, это позитив. Но смотри, что получается. Сталинизм, скажем так, даже не сам Сталин. Потому что моего прадеда, ну, не сам Сталин, моего прадеда сам Сталин не знал. Его расстреляли, потому что на него написал донос его сосед. Так же, как те мои коллеги по кафедре, которые сейчас пишут на меня донос. Меня не ректор увольняет. Вот есть группа, в которой не сидится на месте из личной ли зависти. И они используют политическую ситуацию. Из личных ли комплексов, это не важно. Но она активна. И что произошло? Вот то и произошло, что Элоизия и Магарычи всегда найдутся. Понимаешь, Сталин осуществлял террор. Гитлер осуществлял личину. В чем разница? Что осуществлял? Террор и личина. В чем разница? Террор – это когда в основу построения государства становятся благие цели. А чем? Коммунизм или социализм? Или христианство? Или еще какая-то религия или идеология? Неблагие. Свобода, равенство и братство. Жан-Жак Руссо, Сен-Симон, апостол Павел. Прекрасные благие цели. Построение справедливого социального государства. Но осуществляются эти благие цели неблагими средствами. И тут возникает предмет для спора. В том числе и неблагими. Благими, потому что в СССР было сделано немало хорошего, и неблагими. И возникает вопрос для спора. И я с удовольствием могу спорить с сталинистом. Но, может быть, я где-то его пойму, и я признаю, что я ошибалась. Не вопрос. Что такое личина? Это когда изначально неблагая цель уничтожения других наций чистыми арийцами осуществляется неблагими средствами. Цель и средства, так сказать, в идеальной гармонии. Только это дьявольская гармония. Потому что они в одинаковой степени аморальны. Естественно, что при таком раскладе невозможно их уравнивать. И их уравнивание – это очень пошлый, к сожалению, и очень манипулятивный прием современного мира. Но дело в том, что этот миф возник не в 90-х. Не в 90-х, да. Ельцинская Россия 90-х – это продукт геополитической активности англосаксонских элит. Это продукт уже огромной транснациональной работы, которая была проделана после окончания Холодной войны. И не надо здесь прибегать к конспирологии, как они там говорят, кремлевская пропаганда, план Далеса. Я не знаю, был ли план Далеса, честно. Вот достаточного количества исторических, документальных, архивных, пруфов, доказательств, что был план Далеса, извини, нет. А зачем нам план Далеса? Если в каждой разработке глобалистов, начиная от 60-х годов, Збигнав-Жизинский, Фукуяма, Элвин Тофлер, разработки Института воздуха штата Алабама в США. Это реальные научные разработки. И так далее, и так далее, и так далее. Содержатся прямые, откровенные, или скрытые призывы к уничтожению России и советской цивилизации, начиная с передних флангов. Они этого не скрывают. Это не предмет. Это все лежит на поверхности научных разработок. Они этим гордятся. Когда они говорят о России, они говорят и об Украине, потому что они говорят о регионе. И дело в том, что самым худшим вариантом спора с людьми, попыткой прочистки мозга является конспирология. Потому что конспирология – это тоже миф. Я недаром в начале интервью сказала, что миф может быть правдивым. Понимаешь, конспирология, она разрабатывается для внутреннего пользования. То есть предназначена для людей, которые не будут читать на английском или еще на каком-то языке серьезные научные разработки. Она даже может содержать ядро правды, но она выражена с максимально доступной формой. Ну, например, я понимаю, почему возник план Далеса. Потому что для того, чтобы выявить эту ступенчатую деятельность американских транснациональных бюро, транснациональных компаний, того, что назвала Наоми Кляйн «Дьявольской троицей», Международный валютный фонд, Ассоциация торговли и ТНК, по ослаблению российской, советской, постсоветской цивилизации, нужно прочитать ни одного теоретика информационного общества. И читать надо не оппонента, а их самих. А все эти теоретики, начиная с культурной антропологии с начала 20 века, они были приобщены к геополитической деятельности органов власти на Западе. И к деятельности ЦРУ они этого не скрывали. Как Грегори Бейтсон, например, как Маргарет Митт, как Грегори Бенедит. Почему они этого не скрывают в своих книгах? Это меня всегда удивляло. Это предмет государственной гордости. Они разрабатывают культурную антропологию, геополитику, cultural studies, так называемые, для того, чтобы защищать национальные интересы США. А в планах USAID, знаменитого американского агентства безопасности, сказано, что в состав интересов США входит распространение демократии по всему миру и ослабление России. Там прямым текстом это прописано. На пятой или на седьмой странице. Я парафразами цитирую, чтобы сейчас не цепляться за слова. Но там очень аккуратно и очень четко все абзацами прописано. И это идет из книги в книгу. Ладно, там это книжность моя. Но при чем тут книжность? Если мы это на практике видим, если американское посольство одобряет закрытие трех каналов. Вот, подавичи. Для чего нужны эти самые конспирологические теории? Может, они верны. Ну, я проверю. А для чего они нужны как структура общественного сознания? Эти же вещи запускаются, они массовые. По их поводу говорят, снимают ток-шоу. То есть, это же инструмент. Ты что снимаешь? Снимают активно. Конспирология есть с обеих сторон. Вот украинская конспирология есть, например. Под каждым кустом сидит Путин. И все, что не происходит в Украине, сделал Путин. Вот есть многие мои даже единомышленники украинские марксисты полагают, что языковой закон это очень интересная логика, она даже достойна какого-то внимания. Потому что где-то она верна в плане капитализма. Языковой закон это национализм, национализм это продукт капитализма. Кто бы спорил? Да, я согласна. И дальше идет совершенно неожиданный вывод. Вместо того, чтобы искать ядро капитализма в ядре глобальной экономики, то есть в англосаксонских странах, они делают вывод. А ядром капитализма у нас является Россия. Потому что Россия виновата, что у нас 16 января ввели языковой закон. И поэтому в России надо устраивать рабочие движения в защиту кого? Жени Бильченко. Я говорю, ребят, вы что, у вас причина следствия перепуталась или что? То есть, ну что, это не ксенофобия? Даже если эта ксенофобия присутствует в интернациональных кругах, а я не отрицаю, что Россия буржуазная как раз страна, то как она будет в националистических кругах? Я вот думал до нашей с тобой беседы, что конспирология питается просто страхом, а страх сбивает людей в сообщества, в которых стираются индивидуальные части. Сейчас я так подумал, что конспирологическая теория, любая, которой я, допустим, становлюсь привержен, она легитимизирует во мне, развязывает это вот, значит, отдать власть над собой, какую-то большую власть, Путину под каждым кустиком, или какому-то даже, ну прости, американскому государству, которое как-то влияет, ну, не много ли я отдаю, да, таким образом, свои свободы на, значит, общественные процессы, или там, не общественные, какие-то процессы в глобальном капитализме, процессы, происходящие в большом другом, не во мне. То есть, конспирология, она связывает, получается, она парализует силы человека. Ну, дело в том, что конспирология, вообще не только конспирология, почему только конспирология, любая мифология, любая идеология, она на что ориентирована? Она человека успокаивает. Все мы травмированы, все мы испытываем определенную нехватку, все мы пытаемся эту нехватку заполнить чем-то. Если мы это не можем заполнить полезным делом и собственными знаниями, нехватка заполняется идеологиями. Поэтому идеология давит на, как большой другой, совершенно правильно термин использован, она давит на нашу нехватку, и она взывает, она взывает к нашему мужеству быть частью коллектива, который компенсирует наш страх. Но ведь это же не единственное мужество. Кстати, если верить одному очень известному немецкому философу, а я ему доверяю, как антифашисту, речь идет о Пауле Тилихе, который, кстати говоря, эмигрировал из Германии в 30-е годы и тоже имел конфликты, когда его предали его коллеги. Так вот, Пауль Тилих, хорошее имя озвученное, он сказал, что есть три мужества. Мужество быть частью – это коллективизм и идеология. Это то, о чем ты говоришь, это большой другой. Мужество быть собой – это когда человек, вот я разочаровалась в Майдане, я хочу быть собой, я выхожу из этого идеологического трудома, я говорю, ребята, все, ша, я не такая, да? Вот, это мужество быть собой. Но есть еще третий вид мужества. Первый вид – это когда человек входит в коллектив, второй вид – когда выходит из коллектива, и третий вид – когда он самостоятельно, исходя из того, что он уже в себе, он же не может вечно находиться в одиночестве или в отрицании. Он должен после отрицания выбрать какую-то позитивную программу. Потому что, если ты помнишь, еще Ницше говорил, что есть свобода от, а есть свобода для. Ой, я тогда был такой маленький. Так свобода от – это свобода от коллектива идеологии, мужество быть собой. А свобода для – это уже мужество выбрать себе то сообщество, обязательно идеологию, ну, все в мире идеологично, да, в какой-то мере. Даже вот идеологично то, как мы сидим, какие позы мы принимаем, общаясь. Мы люди, мы мыслим и абстракциями. Выбрать, скажем так, ту систему духовных ценностей, которая тебе близка. А для этого нужно вторично отказаться от своей индивидуальности. И это самое сложное. Первый шаг – это быть частью, второй шаг – это быть индивидуальностью, и третий шаг – это снова быть частью какого-то целого, но уже сознательно и уже того целого, которое соответствует ну, тебе, не которое тебе навязали из нее, Я понимаю, о чем речь. По Павлю Тилиху это компромисс зрелости. Ну, для меня это церковь. В данном случае для меня это церковь, и для меня это вот то духовное, цивилизационное наше общее поле, в которое я вошла не в беспамятстве, не под галлоперидолом, не в скачках на площади, на Майдане, а вполне уже, думаю, что в возрасте достаточно зрелый. Слушай, такая просьба к тебе. Ты стихи можешь почитать, если помнишь? У тебя есть такой стих про Киев и про Родину из киевского блинного цикла, или может не цикла, но там блина такая о несостоявшейся женитьбе Алеши Поповича. Когда Добрыня... Это стихотворение было забанено на Фейсбуке, его посчитали слишком пророссийским. Я-то помню это стихотворение, это о древнерусских мотивах, но, к сожалению, я его, наверное, на память тебе не прочту. Могу прочитать тебе очень подобное стихотворение, тоже о Древней Руси, то есть о своем цивилизационном поле из своей книги, посвященной Древней Руси. Она называется «Сестра». Мою героиню эта поэма, ее зовут София. Два ее брата борются по разной стороне в баррикад, но их объединяет, я акцентирую, артикулирую это слово, русская цивилизация. Могу вот прочесть тебе это стихотворение, потому что оно было представлено мною на международной книжной ярмарке в Лейпциге, где находилась эта книга, когда я ее репрезентовала. Поехали. Ой, дай Бог памяти. Здравствуй, мамка, сыра земля, прижимаюсь к тебе кишечником и чувствую, как скребутся во мне, как шепчут, перетираясь клетками эндометрия, все твои сыновья на килограммы метров, все твои потешулечки и васики добровольцы, чужой и недоброй воли, коленца до колокольца, всех, кого хоронила в зеленом вязком, живые налоги миру от душ славянских. Здравствуй, мамка, черна железка, выжженные купе, в прокуренном тамбуре мозг солдата не устает, вот кипеть, часа прокинутся лбом, от трассу перегоняя поезд, чтобы не кончилось лето, хрен по колено, дурман по пояс. Все, что прекрасно, не может не быть противным. Славься, мое отечество, ларечки с презервативами, национал танцульки, подзавывание земины. Здравствуйте, деды, прадеды, черноземы. А это стихотворение я читала после похорон моему дедушке в поле, я записала даже клип, потому что было очень тяжело. Кстати, первоначально было не так. Это стихотворение было из байкерской группы, вот, а потом оно уже стало, стало посвящено нашим дедам, прадедам, тех, кто выиграл эту войну, благодаря кому мы живы. Вернее, даже не выиграл, а победил в этой войне. Я помню этот стих, мне, ну, он как-то мной воспринимался всегда как крик, крик приветствия, крик такой, ну, будто ты уезжаешь на поезде, кричишь, плачешь, здороваешься, кто-то, родина пришла на перу. Ну, я так и ехала на поезде и писала, да. Дочнее, я ехала с автостопом, писала. А вот, когда я спросил про твое стихотворение из Былины, там фабула такая простая и трагичная, что очень для меня было странно, я такой Былины не знал. Ситуация была такая, что пошел на войну Добрыня Никитич, это была одна из древнерусских легенд, она указана в летописце. И пошел он, в общем, на войну и пролетела в весть, что погиб он смертью храбрых. А супруга его в Киеве, Настасия Никулична, погоревала, погоревала, да и решила выйти замуж за Алешу Поповича. Ну, Алеша Попович рад стараться, в бояре терема, стол созвали, стол накрыли, гостей созвали, значит, пауз сам течет, в рот не попадает, ну, все как положено, в хороших, добрых сказках. Но вот незадача, вернулся муж, который, оказывается, не умер. И когда Добрыня Никитич узнала о такой ситуации, он поступил не как герой, который должен был, по идее, войти в белые палаты, да мечом помахать, да неверную жену и зарубить. А он поступил как трикстер, он переоделся в Юродио, или по древнерусски, в Скомороха. Его никто не узнал. Взял гусли и начал напевать веселые частушки. А тогда, как известно на Руси, об этом писал еще Тарковский, были в моде срамные частушки, это частушки с несчастливой бранью. Скоморошьи. Они веселили народ, как сейчас там веселят на ток-шоу. Такая же функция, примерно, развлекательная. Вот, зашел он, значит, веселить народ и начал петь забавную потешную песенку. И постепенно эта песенка перерастала в грустную былину, где он начинал напрямую обращаться к Настасе Никули, и уже своим голосом, не голосом клоуна, петь о неверной жене. И она его узнала. После чего в стыде все гости разбежались, ну, а супруги восстановили. То есть, вот, подобным образом он нашел ключик, доступ к восстановлению своей семьи. В твоем стихотворении там развязки нет, а есть просто его вопрос с ей. Ну, что, его не было, он вернулся, и это вопрос вроде как от тебя, что суженый я тебе или ряженый. Ну, такая... Ну, это я обращаюсь к родине, я говорю, родина моя бедная, суженый я тебе или ряженый. Это же киевский цикл легенд былинных. Да, это киевский. У меня целая книга, вот, сестра посвящена киевскому былинному циклу. И, конечно же, очень хотелось бы, хотелось бы на радио вот Киевской Руси именно поднять вопрос моих былин. Ну, я думаю, что если будет еще наша встреча, я могу просто принести этот сборник киевских былин, я покажу его, и мы можем прочитать это или сделать следующий. Интересно. Ну, вопрос, собственно, в следующем. Это твое обращение к родине. То, что сужены я тебе или ряженый. И вот это ощущение себя не своего на чужой свадьбе родных людей, это же твое такое ощущение, да? И оно теперь... Ну, когда началось разочарование жесткое в политическом курсе, чуть не сказала партии, ну, по сути, да, в политическом курсе этого пучка, да, то я ощутила себя Добрыней Никитичем, который вернулся, а его родина, его жена, Анастасия, собственно, выходит замуж за какого-то американского дядю, ну, так условно говоря. Поэтому эта метафора со свадьбой мне тогда пришлась уместно. Вернулась с Донбасса, да, и все изменилось? Ну, вернулась духовно скорее к своей родине, потому что во время Майдана я боюсь, что вперед того безумия я чувство родины потеряла. Оно у меня киевское, именно это архетипное чувство Руси, оно было очень сильно всегда. Вопрос. Даже так, не потеряла, но я его направила не в том русле, в котором нужно было, то есть не в ту степь. Жень, расскажи про свою встречу с Богом, если это можно. Как это произошло? Это такие вещи, они находятся за пределами слова. Ты можешь не говорить. Нет, не потому что я боюсь, я просто не знаю, как это описать, но могу сказать так. Это пришло ко мне на природе, это было очень далеко отсюда, и я в это время гладила козу. Я даже могу сказать, где это было. Это было в поселке, который называется Токсово, Ленинградской области, где находились угодья жены Ярослава Мудро. И, наверное, в это время я почувствовала какую-то гармонию, поэтическую, что ли, а через эту поэтическую гармонию я вот ощутила, знаешь, вот как оно ощущается, я ощутила целостность космоса. Не потому что религия, она вне цивилизации. Иисус, он же не только в славянской цивилизации, не в этом дело, это как ключ. Но когда ты через этот ключ ходишь и ощущаешь целостность, вот тогда в тебе Бог. Но ты в этом состоянии, это такое состояние, оно не может там по мановению волшебной палочки прийти или какими-то специальными усилиями. Может, кто-то медитирует, но в моей религии это скорее открывается. Это действительно откровение. Откровение происходит тоже не без субъектной позиции. Безусловно. В молитве, в собранности, или в обращенности. Молитва, дисциплина, мысль, долгие размышления, покаяние обязательно. Обязательно. Исповедь очень важна. Вот я сейчас не могу себя настроить, потому что исповедь требует... Ну, если ты уже идёшь на исповедь, то ты уже смиренен, ты же не можешь прийти на исповедь и сказать, да, я ещё в каком-то грехе не раскаиваюсь. Это подготовка. Понятно, что это не просто сваливается с небес, да, под лежачий камень вода не течёт. Это требует, ну, определённой работы над собой. Сознательной или бессознательной. Лучше сознательной. Можешь назвать какие-то вещи, может быть, три-пять, которые приносят тебе удовольствие, ну, или, точнее сказать, наполняют в жизни, где ты силы берёшь? Стихи. Это во-первых. Во-вторых, любимые философы. В-третьих, краткие, наполненные особым духовным смыслом, мимолётные встречи, о которых я никогда не пишу в социальных сетях. мой муж. Сейчас он обидится, потому что я так в быт ухожу. И, наверное, картофельное пюре с котлетой. Я перечислила вот от священного до обыденного, да. Но один мой любимый философ сказал, что если ты любишь любимого человека, то он у тебя не божественный и не бытовой, а и тот, и тот. Поэтому вот для меня вот так. И то, и то. И небо, и земля. Ибо София, да, как говорят русские религиозные философы. По-шевчуковски, но не к осени, а к тебе. Что же будет с Родиной и с нами? У тебя есть какие-то предчувствия? Да. Украина может лишиться цивилизационной субъектности и расколоться. Вот это моё отрицательное предчувствие. И никто в этом не виноват не будет, кроме нас, потому что мы довели себя до такого состояния. Я бы очень хотела, очень хотела бы дать позитивную программу. Но счёт остался буквально опять-таки прибегая к моим знаниям по медицине и к тому, что много близких ушло от рака. На четвёртой стадии больного уже не спасти. Сейчас мы находимся между третьей и четвёртой. Кто-то скажет, что уже на четвёртой, кто-то скажет, что ещё на первой. Но моё интуитивное ощущение, что у нас остались буквально месяцы для того, чтобы одуматься, Украине остались месяцы, чтобы одуматься, а может даже и недели и спасти себя. В противном случае за снежный ком уже мы не несём ответственности. Поэтому, я думаю, здесь надо полагаться на Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok